Папуасы На берегу То есть они занимаются рыбалкой И мореходством У них маленькие такие лодочки долбленные Вот такой ширины То есть там задницу невозможно протиснуть Надо на ней сидеть как на табуретке И вот один папуас может К другому в гости сплавать Чтобы с ним потрепаться и покурить Сигаретку часик-два часика И стрелить в него еще пару сигарет На дорогу домой Он может к нему плыть 3 дня Вот на этой маленькой лодочке под парусом То есть он даже не гребет Он просто сидит 3 дня и все И вот я у него спрашиваю Слушай, а ты вот 3 дня туда 2 часа там, 3 дня обратно Тебе не скучно? Он такой, что? Что значит скучно? У нас мозг пригружен постоянным потоком Новой информации Мы постоянно ее думаем, обдумываем Вспоминайте, как было, когда у нас не было Мобильных, интернетов Ну, кто-то читал много книг Я, например, много читал А ведь были люди, которые не читали ничего И им было тоже норм Сейчас, конечно, тяжело Я даже вспоминаю, вот как Блин, я читал там Книжку закрываешь А чем мозг занимался потом? Вспоминал, что в книжке Или как бы По телеку показывали Один раз фильм В день И то не каждый день, мне кажется Да? Что-то телек часов до 6 вечера не работал И был один канал, я помню В деревне, когда я гостил В общем, это все интересно для меня Очень, поэтому рассказываю такую историю Я бы у партнера Скоро выйдет или уже вышло Я не знаю, в какой мы очередности будем запускать Видео, как мы греем танзанит Значит, этот партнер Он владелец нескольких добыч К нему стекаются очень хорошие камни И, собственно, я вот с ним подружился Втерся в доверие И мы с ним сотрудничаем Танзаниты великолепнейшего качества Это как раз его добыча Которая уже в Москве У клиентов в Англиях, в Германиях Во всяких И, значит, у него есть, типа, офис К нему в офис приходят масаи Вот как раз с этими мелкими рубинами Которые как крошечки И приходит очередной масай Значит, в своей масайской клетчатой одежде С мечом, понятно С вот такой штукой Потому что он там важная персона У себя в племени Ему доверяют другие ребята И он, значит, эту штуку снимает А у него там жилетка Жилетку мама пошила Ну, реально, на полном серьезе Жилетку пошила мама Вот, он попросил его не снимать Потому что Он переносит большие ценности Он, естественно, подумал, что Ну, мы сейчас Это покажем всем варуши И все варуши узнают Что он туда-сюда ходит с большими деньгами И его обязательно ограбят Ну, как бы Ничего страшного, да Я вам на словах все перескажу Жилетка В жилетке много карманов Нашито снаружи И изнутри тоже Ну, может быть, там 30 карманов В каждом кармане По пакету С этими вот рубинами Вот Он, значит, выкладывает один Мы рассортировали Ну, я помог этому Партнеру своему Взвесили Посчитали Отдали ему деньги Он, значит, все То, что не нужно Брак собрал в пакет обратно Убрал Открывает второй карман Достаёт опять Мы опять все рассортировали Ну, то есть На выброс Ему обратно, да Хорошее взвесили Отдали деньги Он достаёт третий Мой партнёр Спрашивает его Слушай, говорит А у тебя ещё много? Он говорит Ну, да, ещё много Говорит, так давай Всё в кучу высипи Мы всё сейчас Сразу рассортируем Посчитаем Я тебе отдам деньги Так будет быстрее Он говорит Нет, так не надо Потому что Это всё пакеты Разных ребят Ну, там, допустим Это Коля Это Петя Это Вася Да, не важно Вот Это всё пакеты Разных ребят И мне каждому Отдельно За каждый пакет Отдавать деньги Вот Индус говорит Так давай Я тебе Ну, мой партнёр Он по происхождению Он здесь родился И он здесь уже В нескольких поколениях Но он индус всё равно Да, поэтому Будем его называть индусом Индус говорит Так давай я тебе На бумажке Мы взвесим Каждый пакет отдельно Я тебе на бумажке Запишу Там Коля Там, допустим 170 карат Там, допустим 260 долларов Да Толик Столько-то Столько-то Масай говорит Нет Мне не надо записывать Дело в том Что я не умею Писать и читать И цифры тоже не знаю Тут у нас возникло Очень много вопросов Мы стали задавать Первый вопрос Как ты понимаешь Где чьи пакеты Если на них ничего не написано Он говорит А я помню Это Колин Это Петин Это Люськин Это Ванин Там, да Это Ромыча Мы там То есть Ты когда их сложил Ты вот запомнил И ты сейчас помнишь Где чьи пакеты Он говорит Помню И он деньги Каждого складывал В отдельный кармашек Да Это для Коли Это для Пети Окей Хорошо Если У тебя что-то перепутается Да Вот ты там Допустим Выпал у тебя Ты уронил Ну как бы наклонился Они выпали Например Он говорит А я помню У кого я сколько брал Где чьи пакет Вот говорит Который совсем мало Это был там Ромы Там где побольше Это Коляна Вот Я помню Сколько Вот говорит Для Ромы Вы мне дали Четыре красных бумажки Я знаю что это сорок Но цифры говорит Я не знаю И там одну синенькую Это пять Но цифры опять же Я не знаю Окей То есть он помнит Реально все Но дальше Произошло вообще страшное Для нас Для двоих людей С высшим образованием Он говорит Слушай Я примерно через месяц Пойду еще Я тебе еще принесу Так же вот Полную эту Жилетку мамкину Но я говорит Заранее позвоню Мало ли Вдруг тебя в городе не будет Дай мне свой номер Индус говорит Тебе написать У вас там кто-то есть Кто умеет читать И ты тогда сможешь позвонить Он говорит Нет у нас Читать не умеет никто Цифры тоже никто не знает Говорит Окей А как тебе дать номер Он говорит Он говорит А ты говорит Это Сейчас я вам покажу Он у него Кнопочный телефон Он достал Говорит Ты мне вот так Покажи В каком порядке Нажимать Я говорит Так помню Все номера Мы там Типа Давай проверим Индус ему показал Там допустим 2 2 2 6 8 5 4 9 0 Да Говорит Позвони мне Он говорит Смотри У тебя Верхняя посерединке Два раза Потом Во втором ряду Нижняя правая Один раз И так он Сказал весь номер И мы ему говорим А что вот Смотри Пройдет месяц И ты захочешь Мне позвонить И ты вспомнишь номер Он говорит Да А сколько ты помнишь Так номеров Вот это типа там Посерединке Посерединке Нижняя правая Верхняя левая Он говорит Ну много Примерно Говорит Вот столько Я помню номеров Ну то есть Несколько десятков И Ну это конечно Для меня немножко То есть я понимаю Насколько сильно В результате Вообще Того что мы изобили Письменность Да Потом появились книги Потом у нас появились гаджеты Насколько сильно Наш мозг Расслабился Потому что Ну я например Не помню Вообще ни хрена Мне если сказать Какие-то цифры Длиннее там Трех Да Я забываю Через пять минут Если три цифры Допустим 276 Я забуду Через полчаса уже И буду переспрашивать Сколько Сколько У тебя там Какой номер машины Или мне надо записывать Вот Ну вот Такие потрясающие вещи Видите Это прям Этнография Антропология То что я люблю Прям вот Мое любимое Я надеюсь Кому-то из вас Тоже понравилось Всем привет Субтитры сделал DimaTorzok